все эти термины и они иногда даже не соответствуют своему термину прародителю, например, пониманию полилингвального образования в ЮНЕСКО. То есть у нас получилось так, что за почти 25-30 лет существования всей этой терминологической базы в Российской Федерации каждый термин получил какое-то свое звучание, потому что де-факто они были, а нормативно они никак не были прописаны. И вот, например, термин «национальная школа». Что такое национальная школа? Все понимают, что это школа с родным языком обучения, но этого термина нету ни в какой нормативке. Возникала школа с родным нерусским, русским неродным, потом еще как-то. По сути, что такое национальная школа? Национальная школа – это билингвальная школа, обучение на двух языках. Потому что билингвальное образование – это когда ты получаешь образование на двух языках, при том формы аттестации все полностью на русском языке. Вот что такое национальная школа сегодня. По сути, это чистая модель билингвального образования, это не полилингвальное. Английский язык там всего лишь учебный предмет, а есть предметы на родном языке их большинство, есть предметы на русском. Когда речь доходит о, например, итоговой аттестации за 9 класс или 11 класс, все, конечно же, там в большей степени происходит на русском языке. Мы прекрасно знаем, что, может быть, даже до юра нет таких школ, но де-факто они именно такие. Мы все это прекрасно понимаем. Теперь полилингвальная школа. Я пойду все-таки по презентации, иначе мы никогда не закончим.